МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новоуральская вещательная компания информационная программа «Объектив» в студии Наталья Рауя и мои коллеги готовы познакомить вас с последними городскими событиями в этом выпуске. Наболевшие вопросы нужно решать оперативно. Областные и местные власти по поручению губернатора Евгения Куйбышева усилят работу по проблемным вопросам новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Особый регион, место силы, территория, генерирующая новации и хранящая традиции. В Екатеринбурге состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию со дня основания Свердловской области. Юниоры Адамскилс в новоуральские школьники со всей России поборются за победу на инженерной смене «Росатома». Она пройдет в Новоуральске во время весенних каникул. Сегодня губернатор Евгений Куйбышев на заседании правительства акцентировал внимание областных властей и глав муниципалитетов на необходимости оперативного решения всех проблемных вопросов, возникших при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Этот же вопрос губернатор обсудил и накануне на совещании. Евгений Куйбышев поручил профильным министерствам и ведомствам заняться устранением всех недочетов и уязвимых мест, выявленных за два месяца с момента перехода Свердловской области на новую схему обращения с ТКО. Губернатор отметил, что подготовительная работа в Свердловской области проведена в полном объеме, создана необходимая нормативно-правовая база, определены региональные операторы и зоны их ответственности. Решением региональной энергетической комиссии Свердловской области для региональных операторов установлены тарифы. Плата населения за услугу по обращению с ТКО составляет от 117 до 182 рублей с человека в месяц. Сейчас необходимо сосредоточиться на отработке узких мест, которые были выявлены в течение этих двух месяцев. Прежде хочу вас, Николай Борисович, в постоянном режиме контактировать с региональными операторами, чтобы актуализировать все базы данных, исключить любые попытки завысить установленные нормативы. Безусловно, необходимо сегодня активизировать разъяснительную работу с населением. Евгений Куйвышев добавил, что сегодня областные власти фиксируют попытки некоторых сил попиариться на теме перехода к новой системе обращения с ТКО. Губернатор заявил, что такой активности нужно противопоставить открытую, достоверную информацию о том, на какие цели направляются средства свердловчан, как будет сокращаться количество несанкционированных свалок, как будет перерабатываться мусор, насколько это выгодно для региона и для самих жителей. Будет продолжена активная работа горячих линий. Все обоснованные жалобы граждан, по словам губернатора, должны рассматриваться максимально оперативно. Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, подводя итоги двухмесячной работы в новых условиях, сообщил, что уже сейчас в Свердловской области удалось добиться нескольких позитивных результатов. Первое, это то, что на полигоны уже привезено, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 20% мусора больше, чем ранее. Это свидетельствует о том, что этот мусор раньше оказывался в лесах, оврагах, на обочинах дорог и не довозился до полигона. То есть уже первые аспекты экологической реформы есть налицо. Второй момент, который необходимо отметить, это активное участие оригинальных операторов в установке контейнерных площадок. На сегодняшний день в муниципалитетах Свердловской области установлено почти 3000 новых контейнеров, закуплено 12 новых мусоровозов, которые сейчас работают на территории Екатеринбурга. В ближайшее время планируется еще дополнительная партия. Николай Смирнов добавил, что в настоящее время идет работа по созданию актуальной базы с корректными данными о количестве людей, проживающих в квартирах и домах Свердловской области, для того, чтобы квитанции составлялись и доставлялись без сбоев. Напомню, телефон горячей линии по коммунальной услуге по обращению с твердыми коммунальными отходами 8 800 189 54, многоканальный. В новоуральский телефон горячей линии 8, код города 343 70, телефон 9 16 00. Урал – опорный край державы. В понедельник 25 февраля в Екатеринбурге состоялось торжественное собрание, посвященное 85-летию со дня основания региона. На празднование пригласили больше тысячи человек, включая министров, глав муниципалитетов и представителей различных органов местного самоуправления, бизнесменов, почетных граждан региона и духовенства различных конфессий. Среди гостей была и делегация из Новоуральска во главе с Александром Барановым. Тему продолжит Мария Антонова. 85 лет назад Большая Уральская область разделилась на три части – Обско-Иртышскую, Челябинскую и Свердловскую области. Еще со времен Демидовых Средний Урал является промышленным сердцем страны. Так есть и по сей день. В современной истории страны самостоятельный путь Свердловская область начала 17 января 1934 года. Время интенсивной индустриализации наш край внес огромный вклад в укрепление промышленной мощи СССР. Были созданы такие заводы-гиганты, как Уралмаш, Уралвагонзавод, Нижнетагильский металлургический комбинат и десятки других предприятий, которые и поныне составляют фундамент региональной экономики. Одно из первых мест в этом строю принадлежит Уральскому электрохимическому комбинату, пионеру и лидеру атомной энергетики, незаменимому звену в системе безопасности Российской Федерации. Наша область – это особый регион. Это место, силы, территория, которая генерирует новации и хранит традиции. Край умных, сильных, талантливых и умеющих преодолевать трудности людей. Мечтать его пласят мечты в жизнь. В составе новуральской делегации на торжестве побывали глава Александр Баранов, председатель Думы Михаил Денисов, представители Общественной палаты и депутатского корпуса, руководители муниципальных предприятий также свой вклад в организацию мероприятия внесли волонтеры серебряного возраста. Наш новуральский городской округ – это неотъемлемая часть Свердловской области, поэтому мы, конечно же, участвуем и в тех мероприятиях, которые проводятся в Свердловской области. Общественная палата выполняет свою функцию построения гражданского общества, взаимодействия всех структур. Главными спикерами на мероприятии стали уральский полномочный представитель президента Российской Федерации Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Они отметили достижения региона в различных сферах – экономики, образования, культуры и спорта – наградили уральцев за выдающийся вклад в развитие области и страны. После того, как все основные пути в Сибирь сместились и оказались в Екатеринбурге, Свердловская область, конечно, непрерывно увеличивает свой потенциал. И думаю, что сам факт проведения огромного количества мероприятий и международного, и внутреннего характера, которые все чаще и чаще посещают нашу область, они, конечно, придают значение всем нам. В интервью на уральской обещательной кампании отметили успехи нашего Тамграда и поздравили новоуральцев с юбилеями руководителя кабинета регионального правительства. В первую очередь нужно отметить, что это знаковый год, когда совпадают два юбилея, что Новоуральск отмечает его большими достижениями, это как в производственной сфере, так и в сфере лично-коммунального хозяйства, благоустройства. В этом году Новоуральск получит очередную субсидию на проведение работы по благоустройству. И в целом нужно отметить, что то развитие, которое дают города с присутствием предприятия «Росатома», это является толчком для развития не только самого предприятия, но и развития тех территорий, на которых расположены эти заводы и комбинаты. Очень спортивный город. И, безусловно, училище Олимпийского зерва своими успехами украшает спортивную доблесть города Новоуральска. Я пользуясь случаем поздравляю с юбилеем 65 лет, это не 85 лет. Я уверен, что 85 лет Новоуральск мы будем встречать уже с новыми олимпийскими рекордами. Приятно то, что спортсмены Новоуральска принимают участие и на универсиаде в Красноярске, которая буквально на днях начнет стартовать. И, конечно же, это залог нашего дальнейшего успеха. С праздником, дорогие новоуральцы! Урал – место уникальное. Он объединяет разные части света, Европу и Азию, различные культуры и вероисповедания. И в этом единственное многообразие – сила региона. В России, как жили татары, башкиры, кавказцы, все вместе, как братья, как сестра, как бы ни пытались впустить какое-то зерно раздора, оно не разослается, не дает свои плоды. Я желаю жителям нашей Свердловской области действительно крепкой веры, любви, терпения, благ не только земных, но и благ духовных, тех, которые действительно созидают наш народ и по-настоящему делают его крепким не только с физической, но и с духовной стороны, потому что это очень важно. Народ, который духовно крепок, по-настоящему духовно крепок, у которого есть хорошие духовные основы – это народ сильный, народ, у которого есть будущее. На сцене киноконцертного театра «Космос» пролистали страницы летописи истории региона и поздравили свердловчан музыкальными выступлениями. Впечатляющее представление погрузило многих присутствующих и в воспоминания о собственных значимых событиях жизни, связанных с родными местами и столицей Свердловской области. Я вырос в Екатеринбурге, у меня отсюда родители, и папа, и мама. Я учился в институте, я с большим удовольствием послушал песню «Если вы не бывали в Свердловске». Мне очень понравился этот праздник. Я горжусь тем, что я живу в Свердловской области, что мне довелось, как председателю Думы и как одному из руководителей Евральского электрохимического комбината побывать на сегодняшнем празднике. Сегодняшнее торжественное собрание поставило такую эффектную завершающую точку в череде мероприятий, посвященных 85-летию Свердловской области. И сегодня мы увидели, что жители Свердловской области, лучшие представители трудовых коллективов, религиозных конфессий, все собрались здесь, в этом большом зале, на торжественном собрании. И это еще раз свидетельствует о том, что все мы едины, сплоченные и живем и работаем на благо Свердловской области, жителей Свердловской области и всей нашей великой страны. Это моя страна! Эй! Эй! Это моя страна! Свердловская область официально отметила свой 85-й день рождения. В Новоуральске знаковые торжества, посвященные юбилеям города и Уральского электрохимического комбината 65-70, пройдут этим летом. Мария Антонова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. В дни весенних каникул школьники из атомных городов страны станут участниками проектной инженерной смены юниоры «Атомскилз». Это масштабное событие соберет в Новоуральске около 100 учащихся. Подготовка идет полным ходом. Первыми учиться стали взрослые, расскажет Виктор Малышев. С 25 по 30 марта на нескольких новоуральских площадках пройдет уникальное образовательное мероприятие. Проектная инженерная смена объединит школьников из нескольких атомградов России на время школьных каникул. Проведение такого масштабного мероприятия необходимо для того, чтобы развивать у школьников интерес к теме инженерно-технического творчества и развития промышленности, а также создавать условия для освоения и развития инженерно-технических компетенций. Кроме того, это необходимо для того, чтобы содействовать профессиональной ориентации и осознанному выбору образовательных и карьерных траекторий. Наш город в этом деле не первооткрыватель. В прошлом году подобная образовательная смена уже проходила в лесном. Поэтому новоуральцы ставят перед собой задачу удивить гостей города. Одна из наших задач – сделать так, чтобы те ребята, которые побывают у нас в Новоуральске, уехали словами «Вау! В Новоуральске круто! В Новоуральске здорово! У них действительно есть чему поучиться!» Но прежде чем организовать и провести такую смену, ее нужно спроектировать, то есть понять, что можно предложить подрастающему поколению для воплощения в жизнь. Представители образовательных учреждений, Уральского электрохимического комбината и приглашенные специалисты из корпоративной академии «Росатома» на протяжении трех дней обсуждали, как сделать предлагаемые детям задания не только интересными, но и наиболее обширно раскрывающими всю полноту таких направлений, как электроника, инженерная графика, системное администрирование, мультимедийная журналистика, лабораторный химический анализ, мобильная робототехника и прототипирование, а также электромонтаж. По нашей инженерному треку в компетенции электромонтаж это будет два дня обучающая программа, то есть так как школьники приедут с разным уровнем подготовки, развития и так далее, мы постараемся их как-то выровнять и подтянуть на один уровень понимания нашей компетенции. Идеи проектов очень много. На данном этапе важно максимально адаптировать все разработки для школьников, чтобы они действительно включились в процесс и поняли, что техническое творчество – это не только наша реальность, но и будущее. И это будущее – создавать им. Сначала на уровне школ, затем города, а дальше и всей страны. Коллеги сюда пришли частично с гипотезами проектов, частично без этих гипотез. Дальше мы сюда подтянули коллег из Глазова с гипотезой по тому, какую здесь можно проектную историю сделать вместе с ЧМЗ. И здесь присутствуют коллеги, которые участвовали в Ярославском форуме в проектории. В рамках этой программы там появилась идея сделать проект «Умная школа». Если там это была идея, и она, насколько я помню, там заняла высокое место, как бы не первое даже, то здесь мы эту идею сейчас, поскольку это были коллеги из Новоуральска, то здесь мы эту идею начинаем превращать в замысел для проектной смены. Для того, чтобы стать участниками этой образовательной площадки, необходимо было пройти строгий отбор. Кандидат должен быть готов к интенсивной работе и многозадачности, а также уметь работать в команде. Немаловажно здесь и наличие стремления улучшить ситуацию в родном городе. Ведь то, что будет разработано за несколько дней проведения образовательной смены, в дальнейшем должно быть воплощено в жизнь. Виктор Малышев, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. Минувшая и наступившая рабочая неделя были насыщены событиями в Новоуральском округе. Далее новости одной строкой. Традиционный конкурс чтецов татарских поэтов прошел в городской библиотеке. Пожалуй, самым читаемым и известным из всех татарских поэтов считается Муса Джалиль. Советский поэт татарского происхождения, жизненный и творческий путь которого был недолгим, но ярким. К сожалению, в последние годы популярность этого конкурса чтецов на Вуральске снижается. К примеру, в 2013 году в нем принимали участие 117 учащихся школ. 8 человек читали стихи на татарском языке. А в этом году участников чуть более 60. И на татарском языке читает стихотворение лишь один человек. «Россия – многонациональная страна, забывать об этом нельзя. На взаимном уважении и почитании традиций разных народов строится ее будущее. Данный конкурс чтецов – это хорошая возможность лучше узнать историю, обычаи других народностей, принять мультикультурность всех социальных явлений и событий нашей жизни». 7-й открытый городской фестиваль-конкурс юных пианистов «Фортепианная миниатюра-2019» собрал музыкантов со всей Свердловской области на Вуральской детской школе искусств. Талантливые дети, выступая перед строгим жюри, заметно волновались, однако показали достойные результаты. В этом году конкурс «Фортепианная миниатюра» был посвящен 85-летию Свердловской области. Его главная задача – выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на фортепиано и развитие творческих способностей у ребят. День защитника Отечества позади, но совсем скоро будем отмечать еще один праздник – Международный женский день. Многие новоуральцы готовятся к нему основательно, покупают подарки, продумывают праздничный стол. Чтобы удивить свою вторую половинку изысками, горожане спешат в концертно-спортивный комплекс за рыбными деликатесами Сахалина и Камчатки. Прямо с Камчатки продукция полуострова в Новоуральске. Уникальная возможность появилась у ценителей редких сортов рыбы. Только до 1 марта в городе открыта продажа рыбных деликатесов из Сахалина и Камчатки. Ароматная нерка, нежная бескостная белорыбеца, аппетитная кита, сочный палтус – редкая для Урала чавыча. Вся продукция натурального копчения. Эти изыски можно приобрести в концертно-спортивном комплексе. В нашем ассортименте вы сейчас сможете найти и осьминога, и тунца, и марлин. То есть та рыбка, которая считается прям шикарнейшим деликатесом. Естественно, мы, конечно, и чавычу тоже привезли. Чавыча – это омега-3, это омега-6, это здоровье. Уставший послезимый организм нужно обязательно напитать витаминами и минералами. В этом поможет натуральная продукция. Новоуральцы очень любят рыбные деликатесы. Они ждут, когда вновь прямо из Сахалина и Камчатки привезут в Новоуральск уже полюбившиеся рыбные деликатесы – красную икру, консервы, изготовленные прямо на палубе корабля. Приобрел. Думаю, сегодня вечером попробуем всей семьей. Ну, немножко икоркой себе побалуем. Чавычу. Мы приобрели, да, чавычу. В подарок получили селедку. Как чавыча? Очень вкусная мы берем, не первый раз. Советуете? Да. Всем. Все самое вкусное здесь, в концертно-спортивном комплексе. Ароматная копченая рыбка с сочным нежным мясом станет хорошим дополнением к праздничному столу. Не забудьте о десерте на сладкое башкирский мед. Здесь каждый, даже самый искушенный покупатель, найдет ясно по душе на любой вкус и цвет. Эти дивные лакомства для всей семьи. Восточные сладости, которых более 20 видов, вызовут массу положительных эмоций и у детей, и у взрослых. Ароматная копченая рыбка всегда уместна на столе и в праздники, и в будни. Она доставит особое удовольствие и домочадцам, и гостям. Побалуйте себя и своих близких деликатесами из Сахалина и Камчатки, которые обязательно превзойдут ваши ожидания. Приятного аппетита! На этом все. Все здесь прямой трансляции хоккейного матча. Завтра на канале ОТВ программа НВК не будет. А в пятницу в 19.30 в нашем эфире смотрите программу «Культурный акцент». Речь пойдет о подготовке учреждений культуры к юбилейному году. 65 лет городу, 70 лет Уральскому электрохимическому комбинату и 70 лет культурной сферы Новоральска. Планы и перспективы, новые проекты. А сразу после «Культурного акцента» в пятницу в 20.00 выйдет в эфир информационная программа «Объектив». На этом выпуск завершен. Только хороших вам новостей. До свидания.